Больше двух лет тому назад, да, уже практически больше двух лет я пришла в компанию Дотера сразу на позицию партнера, потому что я к тому моменту уже месяц как была знакома с маслами и сразу увидела результат, даже применяя масло OnGuard, да, я прям сразу моментально за месяц увидела результат, как масло помогает нам, по крайней мере, всей семье вылезти в тот момент из заболевания. За это время я развиваю проект в нашей команде больше 1400 клиентов и партнеров, у нас не только Россия, хотя это 95% нашей команды, у нас присутствует Европа, страны СНГ, Китай, Япония, то есть очень много Индии, разных стран есть в команде. Доход от проекта Дотера, я всегда не скрываю, на самом деле он очень важен для меня, уже больше там 600-700 тысяч рублей, что очень важно, что компания Дотера, несмотря на текущую ситуацию, не собирается никуда уходить с рынка России. Она будет активно здесь расти и развиваться, очень прочно стоит на рынке, поэтому когда люди спрашивают, как же так, я всегда говорю, ребят, это вот прежде всего понимание, что приведу пример, например, Китай тот же самый, где присутствуют такие достаточно жесткие санкции от США, компания Дотера успешно развивается, поэтому с рынка России компания Дотера не собирается уходить, наоборот, другие планы. Но самое главное для меня, что прежде всего благодаря эфирным маслам, это возможность улучшить здоровье семьи, я прямо буду делиться здесь все результатами, и еще очень важный момент, если первый проект кондитерской школы я не смогу передать по наследству, он уйдет вместе со мной, то проект Дотера можно передать детям, и это имеет огромнейшее значение. Теперь, из чего будет состоять наша встреча? Первая часть, давайте коротко поговорим, почему именно с эфирными маслами нужно делать протоколы, что такое терапевтический класс масла, что такое просто ароматизированные масла. Во-вторых, моя задача сегодня познакомить вас с симфонией клеток и показать, как всего за 5 минут в день можно вообще просто заботиться о здоровье семьи, потому что на самом деле, вот сразу же скажу, что бывает такая история, что эфирные масла появляются и стоят без надобности. Люди вот, стоит у них, например, лемонграсс, они не знают, что с ним делать. Ну, вроде как это том-ям я не готовлю каждый день, что мне с лемонграссом делать? Вот, задача моя показать, что с помощью протоколов эфирные масла очень легко применяются. И плюс я хочу вам сегодня показать, что Дотера это еще прекрасная возможность, потому что не все, ну вот сейчас экономическая ситуация непростая, не только в России, но и во всем мире. И Дотера это еще и прекрасная возможность себе дополнительный источник дохода сделать. Вот, посмотрите в эту сторону, пожалуйста, зря вы на самом деле, многие так смотрят только как на здоровье Дотера. На самом деле Дотера это еще и возможность свободы и развития. Сейчас такой задам вам вопрос, как вы думаете, что вообще важно в семье, в любой семье для того, чтобы вся семья была счастливой? Вот, есть ли какие-то некие фундаментальные, скажем так, точки опоры этого семейного счастья? Как вы думаете, что влияет на здоровье семьи? Ой, на счастье семьи. Можно написать в чат, давайте сегодня общаться посредством чата, это будет очень удобно. Здоровье. Александра полностью согласна, когда в семье кто-то болеет или, не дай бог, нездоров ребенок или пожилые люди, то, конечно же, это имеет огромное значение. А что еще важно на самом деле в семье, кроме здоровья? Гармония. А с чего она складывается, эта самая гармония? Важен ли психологический климат в семье? Вот Светлана правильно пишет. Конечно же, важно, когда отношения спокойные, комфортные, когда люди не кричат, не бьют друг друга, умеют спокойно разговаривать, даже любые стрессовые темы могут спокойно обсудить. Это очень сильно будет влиять на понимание и любовь, потому что там, где ссоры, там, где обиды, не бывает счастья. Поэтому на самом деле много, что важно в семье, кроме здоровья, любви, вот такого психологического климата, есть еще понятие развития, да, то есть когда люди чем-то увлечены и могут говорить друг о друге. Знаете, мужу с женой тоже надо, чтобы было о чем-то разговаривать, и оба одновременно развивались. Это, кстати, очень сильно влияет на погоду в доме, вот как пишет Михаил. Когда один развивается, а второй стоит на месте, расколы, как правило, происходят. Поэтому всегда говорю, важно, чтобы оба супруга одновременно развивались, и им всегда было о чем поговорить. Знаете, вот это просто хотелось поделиться. На самом деле, почему я задала такой вопрос? Потому что практически на все эти процессы можно влиять с помощью эфирных масел. На здоровье можно влиять, на эмоции можно влиять, на развитие в том числе можно влиять, на духовное и даже на ментальное. И сегодня моя задача показать это с помощью протоколов. Поставьте плюсик, кто активно использует эфирные масла. И можно поставить минусик, если честно, они у вас появились, но стоят. Вот бывает такая история, на самом деле здесь, давайте по-честному, бывает история у людей, у многих, что вроде эфирные масла есть, но они почему-то стоят без дела. Я не раз встречала такую историю у клиентов. Давайте посмотрю на вашу. О, как много плюсиков. Что они у кого не стоят без дела? Ну, бывает такое, что люди такие говорят, масла как бы классные, эстетика, потрясающие все эти коробочки. ДТР действительно очень эстетическая компания, очень красиво все. Но вот, а как пользоваться, чего-то я до сих пор так и не поняла. Моя задача сегодня познакомить вас с ДТР именно с точки зрения, что как легко использовать. Что такое ДТР? Давайте вот простым языком. Это премиум продукт. Вот сейчас вы видите, сзади меня работает диффузор, который и красивый клатч, который из весенней коллекции. Это проект, это продукт, который является самым премиальным в отрасли эфирных масел. И согласно, на самом деле, он не для больных людей, как некоторые думают, что эфирные масла, это только когда болеешь. Нет, ребят, это продукт для здорового образа жизни. Сюда приходят люди, как правило, там среднего ценового сегмента, люди, которые хотят быть здоровыми, красивыми и очень много иметь энергии, потому что она необходима для качественной жизни. Так вот, согласно последним исследованиям, представляете, 95% людей, это не мое мнение, это статистика, ищут натуральные решения, чтобы заменить фармакологию. Почему? Потому что люди устали от большого количества лекарств, которые навязываются, средства массовой информации, рекламы и так далее. Люди действительно ищут более природные решения. Вам повезло, вы уже нашли ДТР как более такое натуральное решение, да, по сравнению с фармой. Это не единственное решение, в мире существует много натуральных решений, но эфирные масла – это действительно то, что позволит в большом проценте заменить фарму. Я прям поделюсь своим опытом, почему я стала использовать эфирные масла. Ну, во-первых, для меня очень было важно найти масла, которые можно использовать в пищу. Сразу предупрежу, в ДТР не все эфирные масла пищевые. То есть, если вы берете эвкалипт или нарт, это нельзя использовать внутрь. То есть, есть эфирные масла, которые можно использовать только ароматически и наружно. Но в ДТР присутствуют все пять видов кулинарных масел, и все их можно использовать внутрь. Для меня, начиная там специи, травы, цветочные, потом есть два вида мяты прекрасных, которые все можно использовать внутрь. Это на самом деле потрясающе. И почему? Потому что я готовлю десерты полезные. И, например, сделать мятный десерт без использования синтетических ароматизаторов, практически все ароматизаторы, синтетический аналог, очень сложно. И вот здесь, в ДТР это можно действительно найти, даже включая мадагаскарскую ваниль, с которой получается невероятно вкусные десерты. Во-вторых, я очень эмоциональный человек, и для меня важно было найти то, что меня без всякого глицина, без всяких антидепрессантов будет успокаивать, или дома держать вот такой, знаете, эмоциональный ровный фон. Когда мы используем эфирные масла, они всегда влияют на наши эмоции, и я прям вижу, как эфирные масла воздействуют на эмоции других людей. Давайте приведу пример. Допустим, мы проводим какую-нибудь аромовстречу, приходит к нам гость, они не на это встретятся. На самом деле, на этой встрече приглашены и много клиентов, у которых на самом деле могут стать эфирные масла без дела, поэтому так бывает, и к этому тоже надо отнестись нормально, надо просто научить пользу эфирными маслами. Так вот, когда на аромовстречу приходят люди, знаете, в немножко взвинченном состоянии, я всегда даю нужное масло и говорю, смотрите, вот просто вдохните с ладошек 30 минут максимум, и я уже вижу результат, насколько расслабляется человек. Знаете, это очень хорошо видно просто в поведенческом плане. Он уже откидывается на кресло, расслабляется, сидит близко с незнакомыми людьми, начинает коммуницировать. Это все эфирные масла. Они вот таким вот образом работают с нами. Ну и в-третьих, у меня есть дети, которые уходят в садик, в школу, и раньше это было примерно 70% на больничном листе. Для меня, как для работающей мамы, это было очень критично, потому что, представьте себе, что тебе скажет работодатель, да, когда еще была в найме, когда ты 70% времени на больничном. Вы прям поставьте цифру один, кто понимает, о чем я. Когда дети часто болеют, а до 7 лет это происходит очень часто, то, ну, честно говоря, это сильно сказывается на вашей работоспособности. И эфирные масла мне посоветовал врач, врач, которому я очень доверяю. Он сказал, Надь, найди, пожалуйста, онгард, бриз, чайное дерево, но найди именно дотеру, и это очень нужно применять дома в семье. Детям можно, они чистые, они самые лучшие, и они помогут. Для меня это мнение имело тоже значения. Я тогда познакомилась с маслом онгард, вообще в течение обстоятельств нам его подарили, и вот я вижу результат. Максимум 10% времени, и за год дети болеют. И то болеют очень легко, мы забыли уже про жаропонижающий, то есть для меня это потрясающий результат. И еще не только для меня, я хочу вам сегодня показать, кто сотрудничает с компанией Детерра. Все знают эту девушку? Кто знает, напишите, пожалуйста, в чат, как зовут эту потрясающую девушку, которая фактически является, ну, таким топ-лидером мнений по экологичности продукции. Это Ирена Понарошку, у нее есть известный авокадо-бокс. Во-первых, Ирена сама использует эфирные масла Детерра в семье, и плюс очень часто в ее авокадо-боксе, куда попадают только экологически чистые продукты, без парабенов, без сульфатов, без отдушек, без химии и так далее, там присутствуют эфирные масла Детерра. Это о многом говорит. Многие знают таких блогеров, как Саша Митрошина или, например, Саша Зверева, лидеры мнений. Так вот, эти блогеры не просто используют эфирные масла Детерра, но еще и сотрудничают с компанией Детерра, представляете? То есть, или, например, то же самое медийное лицо Влад Соколовский, или, например, Таня Принткович, или, допустим, там Виталий Казнецов из онлайн-обучения, многие его знают, это партнеры компании Детерра. Почему лидеры мнений используют Детерру? Давайте разберемся с вами, ведь дело не только в том, что это может быть выгодно. Ну, во-первых, я вам сейчас приведу просто, вот, можете загибать пальцы, пять пунктов, пять фактов о Детерре, почему очень много людей используют по всему миру. Первое, это не просто ароматизированные масла. Вот, когда вы приходите в аптеку, многие говорят, ой, мне не нравится лаванда, я говорю, ты просто не нюхала Детерру, ты просто не дышала эфирными маслами Детерра. Почему? Потому что все, что мы видим в аптеке, это ароматизированные масла, я прошу прощения, у меня тут чуть-чуть, видимо, ремонт идет где-то рядышком, это ароматизированные масла. То есть, в основе синтетика есть пару одушек, и типа пахнет лавандой. Детерра, это не ароматизированный продукт, это чистый эфир. Почему так важно, например, вовремя закрывать крышечку? Потому что, если вы не закрыли крышечку, оно будет улетучиваться, потому что это летучие молекулярные соединения. И вот это чистый эфир, который очень эффективен, его можно и можно дышать, наносить наружно и даже применять внутрь, если есть пищевой сертификат. И Детерра это все подтверждает исследованиями. Стандарты международного класса CPTSG говорят о том, что масло чистейшее в составе. У тех масел, которые можно использовать внутрь, есть пищевые сертификаты. То есть, например, мы можем базилик, мяту использовать внутрь, лаванду можем, лимон, но не можем, например, диблю, потому что там в составе есть масла, которые не используются внутрь. То есть только наружное применение. Во-вторых, Детерра присутствует практически на всех международных рынках. Я могу вам буквально там 4 рынка перечислить, где Детерра только откроется в ближайшее время. Там страны Персидского залива, Индия, такие крупные рынки, где Детерра еще не присутствует, но уже заходит. И, кстати говоря, если у вас есть знакомые, которым интересен дополнительный доход, они могут стать номер один на этих рынках, стать основателями этих рынков, стать, скажем так, люди, которые влияют сильно на развитие рынка. В Россию Детерра пришла в 2018 году. За три года настолько прочно обосновалась, что я хочу вам показать рост российского рынка. Посмотрите, за 2020 год плюс 564%. О чем это говорит? О том, что люди ищут натуральные решения, и Детерра очень быстро растет на российском рынке. Более того, я скажу за. Россией наблюдают очень многие рынки мира сейчас, насколько быстро растет наш с вами рынок. Здесь сейчас присутствуют ребята не только на этом вебинаре из России, но и Европа, и Америка, и Израиль. Я просто сейчас, да как больше всего все-таки партнеров и клиентов из России, я показываю именно российский рынок. Если мы говорим вообще про рынок ароматерапии, Детерра стоит на первом месте, и занимает большую часть рынка ароматерапии, 32%. О чем это говорит? Что у них еще настолько сильная клиническая база исследований, что к ним обращаются многие международные институты, в сотрудничестве с ними, используют их исследования, потому что Детерра очень серьезно изучает эфиры. И плюс я вам хочу показать, что вот еще о многом говорит эта цифра. Представьте, что 100 человек первый раз попробовал Детерру. По статистике 65% по евразийскому рынку, куда входит Россия, вернется за второй покупкой. Это о многом говорит. Почему? Потому что это говорит о том, что люди, убедившись в качестве продукции, приходят за повторной покупкой. И это здорово. Третья причина, на самом деле, почему многие сотрудничают с Детеррой, потому что это компания, которая очень поддерживает экологические проекты. Например, проект Детерра Сосин говорит о такой импакт, о том, что Детерра помогает фермерам, которые многие живут за чертой бедности, им финансово заключать с ними многолетние контракты и получая сырье. И это еще, на самом деле, очень здорово помогает планете в экологическом плане. Посмотрите, если, например, мы активно используем базилик, к примеру, масло базилика, то логично, что фермер будет рекультивировать землю и будет высаживать еще больше базилика. Это не базилик, который где-нибудь в теплице в Подмосковье растет, это базилик, который будет выращиваться в среде, в стране, его природного произрастания. И это все дает озеленение планете в общем плане. Более того, Детерра с каждой бутылочкой есть проект Healing Sos. Есть, например, вот сейчас крем для рук с маслом розы. Он активно участвует в этом проекте. Средства от продажи этого проекта идут в помощь тем слоям населения, которые очень сильно нуждаются в гуманитарной помощи. Это женщины, которые дети страдают от секс-рабства. Это люди, у которых нет источников питьевой чистой воды. Это люди, у которых очень сильно страдает медицина. Давайте в Сомали приведу пример. Каждый пятый ребенок не доживает до 5-6-летнего возраста. Очень высокий уровень смертности. Что делает Детерра? На свои средства строят клинику в Сомали, которая в принципе на территории, где еще нужно обеспечить безопасность людей, потому что все знают про пиратов, про уровень преступности. И более того, эта больница полностью на полном, 100% обеспечении компании Детерра. Вот такие проекты многое значат для людей. Теперь хочу вам показать цифры. Существует огромнейшее количество клинических исследований, как работают масла. Итак, представьте, мы открываем масло, вдыхаем, засекается ровно 20 секунд. 20 секунд, как молекулы эфирного масла достигают мозга, лимбического нерва при вдохе, и начинают работать с вашим организмом. Ваша лимбическая система – это ваше настроение. Хочу, не хочу, все, что вы делаете, все, как вы улыбаетесь или грустите – это все ваша лимбическая система. Поэтому эфирные масла хорошо работают с эмоциями. 2-3 минуты, если вы нанесли масло наружно, через 2-3 минуты эфирные масла попадают в кровоток и полностью распределяются по всему организму. Здесь нельзя выборочно, это только с легочной системой поработать, или только, например, с органами-фильтрами. Нет, они проходят полностью по всему организму. Примерно через 20 минут эфирные масла полностью распространяются по всему организму и начинают воздействовать на каждую клеточку. Представляете, какая скорость? 20 минут с каждой клеточкой работает эфирное масло. Ну и через 2-3 часа эфирные масла полностью выводятся из вашего организма, оказав нужное воздействие, и поэтому они выводятся естественным образом через органы-фильтры, через... Но самое главное, что они уже воздействовали и поработали там, где необходимо. Поэтому эфирные масла – это на самом деле очень эффективно. Но теперь давайте посмотрим, куда обращаются обычные люди, когда у них что-то болит. Напишите, пожалуйста, в чат. Представьте, что у вас нет эфирных масел Дотера. Вот давайте представим такую ситуацию. Ну нет у вас эфирных масел. Что вы будете делать, когда у вас что-то заболело? Куда обычно люди обращаются? Мне интересно услышать ваши версии, ваше мнение. Куда обычно идут люди, когда у них что-то болит? Как вы думаете? Напишите. В аптеку. Фармацевт у нас выписывает. В аптеку, да, согласна. Так часто бывает, люди приходят в аптеку и говорят, у меня вот здесь болит, дайте мне что-нибудь. Еще куда обращаются люди? К врачу. Супер, если к врачу идут, да, зачастую не идут к врачу. А еще куда? Давайте по-честному. Многие люди идут в Яндекс или в Гугл. Типа серия «К соседу», да, хороший вариант. Сосед же классный специалист по оздоравливанию организма. Многие идут, например, в Гугл, читают. Потом такие, о боже, мне вообще кажется, опухоль. Знаете, люди начитаются и себе еще приписывают кучу всего, что им вообще не свойственно. Или родителям звонят. А теперь вот представьте ситуацию. Куда идут люди, когда у них эмоциональные проблемы? Давайте посмотрим в эту историю. Итак, вот у человека сильные переживания, стресс. Сейчас очень не актуально. Сейчас у многих людей стресс мое второе время буквально. Куда идут люди с эмоциональными проблемами? Как вы думаете? Можно написать в чат. Сейчас я почитаю ваш вариант ответов. Холодильник. Очень хороший ответ. Прямо 100% за конфетами. Или алкомаркет, да, это тема очень популярна у многих людей. Ну, то есть если прямо душа болит, то требует выпивки. Ну, давайте честно, это правда есть к близким, к подруге, правда? То есть излить душу. Ведь подруга – это же специалист по вылечиванию эмоциональных проблем, который прям помогает. Куда еще идут люди? Люди часто идут кто-то на шоппинг, кто-то заесть, кто-то… Ой, это круто, если на танцы. Большинство так людей все-таки же не делает. И к психотерапевту еще далеко не все люди ходят. К психологу это только лишь набирает практику у осознанного населения. Большинство людей считают, что к психиатру ходят больные люди, не осознавая, что есть большая разница между психотерапевтом, психиатром и вообще психологом. Да, и большинство людей на самом деле пойдут неправильным образом решать проблему. Вот к чему я. На самом деле, пятый пункт, почему эфирные масла набирают такой оборот, потому что их очень легко использовать. Прямо просто. Давайте идти от слова просто. Потому что у эфирных масел есть протоколы. И сегодня вы познакомитесь с 18 протоколами. Вот смотрите, что такое протокол? По сути, это алгоритм нанесения масла. Что, зачем наносить? Протокол существует разное количество. Мы сегодня познакомимся с симфонией клеток. И оно, я просто буду делиться опытом того, как мои знакомые, того, как наши партнеры. Я лично сама прям активно использую эти протоколы. Это очень простой, вот я сделаю на этом акцент, алгоритм нанесения масла, что, зачем. Вот это называется таким словом протокол. И мы сегодня познакомимся с вами с симфонией клеток. Что такое симфония клеток? 18 разных протоколов нанесения масел. Они разработаны известным массажистом крупным, который 28 лет использует эфирные масла в своей практике, человек с медицинским образованием, Бойдом Трумэном. И я сейчас познакомлю вас с ним отдельно. И все эти протоколы были разработаны еще до эфирных масел Дотерра. Но Бойд Трумэн сотрудничает с компанией Дотерра. И он все протоколы адаптировал под название эфирных масел, присутствующих Дотерра. Алгоритм очень простой. Мы сейчас в нем разберемся. Мне понадобится ваше прям 5 минут внимания. И вы сможете попросить даже своего там 6-летнего ребенка вам нанести. Вот если нету близко, обычно мы с мужем друг другу делаем протокол. Но если даже нету рядом взрослого, можно попросить ребенка сказать, что нужно делать. Там даже 6-летний ребенок справится. Кто такой Бойд Трумэн? Вот его семья. Это человек, который сотрудничает с компанией Дотерра. Позади 28 лет опыта массажистом и применения эфирных масел. И это человек, который не является управляющим лицом компании. Он такой же партнер, как и мы с вами. Но это человек, который достиг уровня двойной президентский бриллиант. Это, например, один из основателей ветки. Там Лену Чемпуэшо. Многие ее знают в Румынии. И вся румынская ветка работает в симфонии клеток. Я знаю, например, очень много украинских партнеров, где просто тысячи людей используют симфонию клеток. А что двойной президентский бриллиант, многие знают, это очень большая команда клиентов, которые используют симфонию клеток. И это очень легко. Этому легко научить. Это легко дублицировать и передать другим людям. И это человек, который активно использует Дотерри именно симфонию клеток. В чем уникальность симфонии клеток? Симфония клеток – это такое пособие, где собрано 18 протоколов. Фишка в том, что они работают практически со всеми системами организма. Физическое здоровье влияют, на эмоциональное здоровье влияют. Вы вроде бы нанесли масло, а они работают с вашими эмоциями, с вашим ментальным здоровьем. Мы сейчас говорим, что плохая память или я рассеянная. С этим тоже влияют, но в том числе с духовным развитием. Потому что люди приходят в определенное состояние с использованием масла. В состоянии медитации, в состоянии озарения, в состоянии полного управления своими эмоциями. И могут делиться в духовных практиках. Например, я не буду рассказывать вам про масло розы. Мой, например, духовный наставник полгода назад сказал, Надя, обязательно, если есть масло настоящей розы, наноси его на область сердца. Ты увидишь, что будет с тобой происходить. Я так полгода уже делаю. Я вам хочу сказать, что это совершенно другой эмоциональный уровень. И ваше духовное состояние. Простыми словами, это и профилактика, и ваша защита, и в то же время восстановление после определенных болезней, не только физических. Ну и плюс у этих протоколов очень сильный терапевтический эффект. За счет чего? За счет того, что наш организм, это, знаете, как несколько шестеренок. Каждая система взаимосвязана. Наша лимбическая система взаимосвязана с нашей кровеносной системой, с нашей нервной системой. Мы не можем по отдельности их регулировать. Когда мы начинаем применять протокол, мы, по сути, взаимодействуем на все системы нашего организма. А их очень много. И если вот сейчас мы посмотрим на эту картинку, то вы увидите, на какие системы воздействуют наши протоколы. То есть вы увидите, что протоколы применения эфирных масел могут воздействовать на сердечно-сосудистую систему. И в каждом протоколе будут вот такие значки, с какой системой работает. На пищеварительную систему, на лимбическую, эмоциональную, они взаимосвязаны, да, я говорила, лимбическая система – это ваши эмоции прежде всего. На эндокринную, на иммунную, там, где щит нарисован. На покровную – это наша кожа, самый большой орган нашего организма. На нервную, на дыхательную, на костно-мышечную и на мочеиспускательную – все наши органы, фильтры. Поэтому, когда мы будем сейчас разбирать протоколы, а их 18, вы увидите, что над каждым протоколом будут вот эти значки, с какими системами работает наш текущий протокол. Понятно это, да? То есть я хочу, чтобы вы, дайте мне обратную связь в чат, что вот эти значки – это прежде всего система организма. Протоколов 18, они все разные, в зависимости от подзадачи. Есть базовый протокол, он универсальный, и его проще всего применять с детьми. Я прямо специально сегодня вам покажу, на примере ребенка, как наносится базовый протокол. Есть воспалительный протокол, гормональный, есть дыхательный, инфекционный, два вида клеточных. Мы можем поработать с костным, лимфатическим, когда нам надо выводить жидкость из организма. Есть неврологический, пищеварительный, есть, например, прощение и эмоциональный. Это то, что связано прежде всего с эмоциональной сферой очень сильно. Сердечно-сосудистый, даже с энергией ЦИ. Можно работать в протоколе. Знаете, что еще очень важно, что практически в каждом протоколе используются 10-12 масел, которые есть у многих в базовом наборе. Базовый набор – это семейная аптечка или эфирный дом. И если у вас их нет, то начните с этих наборов, потому что в любом протоколе 10-12 масел, они из набора семейной аптечки плюс дополнительные масла. Теперь давайте изучим с вами условные обозначения, которые будут в каждом протоколе. Если вы видите голубой значок с буковкой С, значит, вы берете базовое масло, любое базовое масло, но я рекомендую прям взять вот это базовое масло от компании Дотера, которое фракционное, кокосовое, очищенное. Вспомните, кокосовое масло, оно всегда кристаллизуется, даже при комнатной температуре, потому что в нем есть твердые частицы. Если их изъять, то масло становится жидким. Вот такой бутылочки вам хватит, мне кажется, на 7-8 месяцев использования. Оно стоит меньше 1000 рублей, но очень выгодно. Почему? Потому что расход минимальный, впитывается быстро, на лицо можно использовать, нету комедогенного эффекта, поэтому вот это базовое масло вы тогда наносите на спину, если видите вот такой значок. Прямо взяли базовое масло, вылили на ладошку, здесь не надо считать по капелькам, вылили на ладошку, нанесли, подготовили спину. Это для того, чтобы эфиры, а есть маленький секрет, эфир гораздо легче проникать в кожу, когда вы используете базовое масло-проводник. При наружном нанесении старайтесь всегда использовать базовое масло. Дальше. Нос. Это значит дать понюхать. И тоже, опять же, не надо ничего выдумывать. Накапали на ладошку, дали с нее понюхать. Дальше. Нанести на область сердца, здесь все понятно. Нанести на область печени, нанести на шею и плечи, нанести на стопы. Берем прям стопу и на свод стопы, где пучок нервных окончаний мы наносим. Нанести на спину мы наносим вдоль позвоночника определенными движениями. Посмотрите, пожалуйста, на картинку справа. Эти движения показаны. Мы начинаем снизу вверх и по часовой стрелочке. Я сейчас покажу специально на ком-то зуме, как наносятся. То есть вы прям начали от позвоночника, от поясницы. И вот этими вот круговыми движениями, то есть по часовой стрелке, вы доходите до верхнего шейного позвонка. И есть еще значок нанести на ладони. Все, ребят, больше ничего нет. Видите, очень просто. Почему я говорю, справится даже шестилетний ребенок. Легко и просто. Сейчас разберем с вами базовый протокол, который работает с иммунной системой. Этот протокол настолько простой, что его можно использовать с детьми. Не обязательно класть человека в горизонтальное положение. Вы можете ему наносить этот протокол даже стоя. И вообще в идеале даже можно не использовать базовое масло, но я использую с детьми базовое масло. Сейчас объясню почему. Вы берете буквально от одной для ребенка, одна-две капли, для взрослого 3-4 капли каждого масла и наносите последовательно, втираете по несколько секунд каждое масло. Это мощная иммунная поддержка, это снижение стресса, когда у ребенка, например, повышенная нагрузка, вот скоро экзамены, я рекомендую использовать обязательно базовый протокол. И внизу вы можете прочитать, в каких случаях рекомендуется использовать базовый протокол. Все очень легко и понятно, я не буду читать, вы можете сами это прочитать. И так в каждом протоколе. Или, например, протокол гормональный. Вот, допустим, здесь указаны системы, нервная система, лимбическая система, покровная система и так далее, которыми будут работать гормональный протокол. Вы можете прочитать, в каких историях его, например, предминструальный синдром у женщин, вот у кого ярко выражено проходит. Вы можете при предминструальном синдроме использовать гормональный протокол. Например, еще можно использовать, когда у вас менопауза, или послеродовая депрессия, или, например, идут приливы у женщин, обычно тяжело у многих проходит климакс и так далее. В разных ситуациях можно использовать гормональный протокол. И вы просто открываете, мы сейчас прямо откроем и посмотрим с вами на протоколы, открываете базовый, вот, допустим, давайте сравним, всего 4 шага в базовом протоколе. Вы, по значкам сейчас определим, вы взяли ладан, нанесли его на область плеч, после этого этой же ладошкой дали подышать, буквально 3 вдоха, выключите, пожалуйста, микрофончик, 3 вдоха делаете, даете, например, ребенку или взрослому с ладошки подышать, и после этого вы наносите на стопы, на свод стопы, чтобы вам было комфортно. После этого вы берете чайное дерево, наносите вдоль позвоночника, и этой же ладошкой остатки на стопы. После этого берете масло Aromatouch, наносите вдоль позвоночника, вот этими правильными движениями, и на стопы, и после этого завершаете протокол мятой, перечной, и наносите вдоль позвоночника и остатки на стопы. Если вы наносите ребенку, и ребенок, например, младше 6 лет, я рекомендую добавить базовое масло. Почему? Потому что, помните, у нас есть детские дозировки, то есть мы начинаем использовать эфирные масла где-то до года, там вообще строгая дозировка, очень сильно разбавляем, буквально там одна капля на 50 мл. А вот после года, согласно возрасту, я обычно беру на ладошку, наливаю часть базового масла и растираю, и детям до 6 лет наношу через базовое масло. Гормональный протокол можете посмотреть. 10 шагов начали с ладана, точно такие же движения, посмотрите, плечи подышали стопы. Потом берем фракционное кокосовое масло, наносим вдоль всей спины и вдоль позвоночника, прям промасливаем, и затем с 3 по 10 шаг вы наносите одинаковыми движениями, это видно по значкам масла. Тимьян, имбирь, а Кларис Эйдж это у нас, господи, помогите мне перевести. Шалфей мускатный, вот точно вспомнила. Грейпфрут, римская ромашка, иланг-кланг, лаванда, и сибирская пихта. Нанесли вдоль позвоночника, дали подышать, остатки нанесли на стопы. Очень легкий и простой алгоритм. Или, например, я хочу вам показать протокол прощения. Почему я на нем хочу акцентировать внимание? Потому что сейчас очень много людей, которые находятся в стрессе, в очень высоком уровне тревожности. Да, все, я сейчас прям покажу, Татьяна, отвечу на вопрос. Очень много людей с высоким уровнем тревожности, много людей, которые переживают и не могут справиться с эмоциями. Я рекомендую использовать протокол прощения, потому что он великолепнейшим образом работает. И вообще при стрессе, при усталости, при каком-то эмоциональном истощении, используйте его, пожалуйста, он очень легкий и простой. Все начинается с розы. Как-нибудь я сегодня про розы рассказывала на область сердца. Почему это так работает? Я думаю, вы догадываетесь. Самая высокая вибрационная частота, 320 МГц, это уровень вообще просто неземного счастья. И вы, когда используете на область сердца, вы прямиком воздействуете на вашу сердечную мышцу. И это дает очень сильное успокоение и состояние такого осознанного спокойствия, осознанного счастья. Это очень хорошо работает. Поэтому розу сейчас, у кого нет роллера розы, обязательно его очень удобно использовать. Это настоящее масло дамасской розы. И в роллере, ну как бы обычное масло розы стоит порядка 30 тысяч, дамасская роза одно из самых ценных масел. Вы знаете, есть король, а есть королева масел. Вот король – это ладан, а королева – это дамасская роза. То в роллере очень удобно и сразу разбавлено, и удобно наносить. Я, кстати, роллер розы использую и как бальзам на губы, и он очень хорошо увлажняет, и на пульсовые точки можно нанести, и в том числе на область сердца, когда проснулись. Все начинается с розы, потом вы берете герань и наносите на область печени и дышите, а потом укладываете человека, наносите ему сюда ладан на плечи, подышали на стопы, и дальше уже не ролли, наносите на область позвоночника и подышали, а умасливаете спину, и еще несколько масел, еще пять масел, которые, вот все эти масла очень мощно работают с вашими эмоциями, не просто так. Еще вот хороший вопрос, как часто, сейчас отвечу, и одновременно ли друг за другом. В реальности, смотрите, вы берете, вот сейчас давайте с вами прям посчитаем, вы берете, вот вы нанесли розу, подышали, вы нанесли герань, подышали, вы нанесли ладан, подышали, промаслили спину и несколько масел друг за другом. Буквально там несколько секунд вы каждое масло впитали, потом взяли следующее масло, нанесли, и вот так вот друг за другом. Как вы думаете, сколько минут нужно на такой протокол? Напишите. Ну и секунд не говорю, потому что вы не управитесь в секунды. А вот как вы думаете, сколько у вас минут уйдет на нанесение такого протокола? Это протокол прощения. Ваши варианты. 10. Да, сейчас про маслозаменитель тоже расскажу. 5-7. 10-15. Но вот я скажу по своему опыту. 5-7 минут. 5-7 минут максимум, уложив человека, нанеся ему масло, потом даешь возможность полежать. А если человек еще... Мы очень любим вечером наносить протокол, потому что после этого вообще просто улетаешь в сон. Удивительным образом ты настолько расслабляешься. Кстати, очень хорошо видно, как люди расслабляются во время протокола. Мы сейчас наносить будем с вами. И просто после этого великолепно спать. Вот. 5, максимум 10 минут вы наносите протокол. Еще хороший вопрос. Как часто? Смотрите, профилактически протокол делается 1 раз в 2 недели. То есть дважды в месяц. Это профилактика. Если вы сейчас болеете, то вы используете его 2-3 раза в неделю. Но если очень острое состояние, то тогда можно использовать 2-3 раза в день. На самом деле делать их профилактически под определенные задачи. Каждый знает. Например, вот я знаю, у меня есть нюансы, например, со своими. У каждого есть свои нюансы со здоровьем. У меня есть в том числе свои. И я делаю протоколы прям под определенные задачи профилактические. Детям делаю профилактические раз в 2 недели базовые протоколы. Это очень здорово работает. Давайте попробуем на практике. Сейчас, секундочку. Марк или Сема, можете ко мне подойти? Я сейчас покажу вам, как делается протокол на ребенка. Мы возьмем с вами базовый протокол. И показать вам? Проголосуйте, пожалуйста. Показать ли вам протокол? Сейчас, секунду, еще раз позову. Маркуш, можешь ко мне подойти? Марк, покажу на 4-летнем ребенке. Так проще всего увидеть, насколько легко детям, например, наносить. Детей даже не надо укладывать. А еще параллельно хочу вам показать, что любой протокол, мы сейчас откроем базовый протокол, чтобы вы увидели, как он наносится. Еще можно усилить действие протокола. Давайте я тоже поделюсь, как можно усилить действие протокола. Вы перед этим идете в горячий душ или вы перед этим идете, кладете человеку теплое влажное полотенце на спину. Поры раскрываются, и протокол работает гораздо сильнее. Поэтому я вам искренне рекомендую вот таким вот образом применять протокол. Сходили перед этим в душ, после этого нанесли протокол и легли прямо под одеяльце. Будет очень комфортно. Обычно для протокола мне всегда нужна спина и стопы, чтобы вам показать. Итак, вы запомнили базовый протокол. Секунду, я сейчас возьму ребенка. Иди ко мне сюда. Давайте вот прямо сейчас. Иди сюда, Маркуш. Я покажу. Знакомьтесь. Марк, мой четырехлетний сын. Маркуш, можешь залезть вот так вот на спинку? И мне нужна твоя спина и стопы. Хорошо? Так посидишь? Тебе удобно? Да? Супер. Ребенку 4 года. Я сейчас покажу на примере четырехлетнего ребенка, как легко наносится протокол. Итак, у нас с вами используется для этого буквально... Давайте напомню вам. Сейчас открою и покажу вам базовый протокол, чтобы мы вместе с вами его увидели, как его легко наносить. Итак, я открываю сейчас симфонию клеток. Мы будем делать все вместе. И мы открываем с вами базовый протокол. Читаем инструкцию сначала. Снова вспоминаем все то, как мы наносили. И теперь у нас с вами... Вот он, базовый протокол. Секундочку. Здесь очень много подробно. Все написано, как работать. Вот он. Базовый протокол. Первое, с чего я начинаю, я начинаю с масла ладана. Всем известно, да, уникальные свойства ладана. Я наношу на ладошку буквально одну-две капли. И ребенку наношу его на плечи. Масло, которое работает с нашими клетками, масло, которое способно... Все удобно? Да? Хорошо. После этого с этой же ладошки я даю ребенку вдохнуть. Можешь вдохнуть с ладошкой? Вкусно пахнет? Давай еще раз. Класс. И еще раз, да, третьим. Все. Три раза вполне достаточно. И остатки я наношу ему на стопы. Прямо с этой же ладошки не надо очень много масла использовать. Все. Супер. Нанесла на стопы ладан. Закрыла. Дальше у нас идет с вами чайное дерево. Вот здесь я рекомендую промаслить спину, потому что 4 года ребенку, и у него еще чувствительная кожа. Я нанесла несколько капель базового масла. И сейчас вот... Можешь чуть-чуть голову так опустить? И сейчас я наношу ему на спину. Все промаслила. Всю спину хорошенечко. Сейчас мне масла даже будет гораздо легче наносить. Теперь... Я могу потом вам взрослый протокол показать. Теперь я беру чайное дерево. Буквально одну капельку. Давайте я вам выключу, так вам будет даже лучше видно. Все. Все. Супер. Ракуша, не убегай еще от меня. Мы не закончили. И теперь с ладошки я начинаю наносить по часовой стрелке. Снизу вверх. Давай-ка мы с тобой чуть-чуть голову наклоним. Вот так вот. Мне будет гораздо легче. Вот. Спасибо тебе, Гришел. Ты моя вообще лучшая модель. Сейчас. Все. И я нанесла чайное дерево. После этого можно параллельно... Нанесла. Смотрите, масло практически быстро впитывается. Следующее масло мы берем. Ароматач. Прикольно. Я первый раз показываю вообще кому-то, как работает. И дальше наносим ароматач. Снизу вверх. Вот так взяли по часовой стрелочке. Раз, два, три нанесли. У ребенка такая маленькая спина. Без ребенка было бы спасибо большое за помощь. Так. Давайте закроем сразу масла. Очень удобно. Смотрите, у меня все масла практически стоят в ряд. Я их просто беру отсюда и наношу. И последнее завершающее масло – это перечная мята. Будет сейчас приятный такой холодочек. Маркуш, тебе будет сейчас прям очень легко. Все. Супер. И я забыла нанести на стопы. Вот так вот. Видите? Пока вам показывала, тоже так же поочередно. Вот показывала и забыла. Я сейчас на взрослом человеке вам покажу. Будет гораздо легче. Вы наносите вот так же остаточки на стопы. И... Это я просто разволновалась немножко, пока вам показывала. Все. После этого посмотри на нас, пожалуйста. Ты как? Нормально. Ты можешь пойти сейчас полежать, отдохнуть. Хорошо? Если хочется. Да? Спасибо тебе большое. Все. Я вам показала, как легко и просто наносится протокол... Спасибо тебе большое. Наносится протокол ребенку. Сколько у меня это минут заняло? Примерно, по ощущениям вашим. Наверное, вы не засекали, но в любом случае... Две минуты. Вот видите? Две минуты раз в две недели. Нужно ли показать протокол на взрослом человеке? Давайте сейчас я покажу. Я пропустила несколько частей, но сначала я вам в симфонию клеток. Саша, можно я тебя попрошу мне помочь? Ты будешь... Уникальный шанс побыть моделью на вебинаре. Я вам покажу еще то, что есть в симфонии клеток. Очень важный момент. Смотрите, вот мы сейчас использовали... Я забыла нанести на стопы. Но в любом случае, представляете, какое потрясающее воздействие сейчас на ребенка. Воздействует 4 масла. Ложись. Сейчас будем на тебя... А, подвинем. Хорошо. Всего раз в две недели. Для профилактики. Перед сном. Дети сходили в душ, нанесли. И сладко буду спать. Это просто потрясающе. Теперь я пролистаю протоколы. Посмотрите. Мы можем пролистать любой протокол. И сейчас можем, я не знаю, любой применить на взрослом человеке под задачу. И в конце я хочу вам показать то, что есть в конце каждого протокола. Внимание. У вас есть поле для заметок. Вы сможете распечатать, записать себе нужные моменты. Теперь. Здесь есть полная диаграмма рук, которая нужна. Мы будем, кстати, обязательно для клиентов проводить еще вебинар по суджог. Нам эта диаграмма пригодится. Рук, стоп, куда можно носить. И даже на нашей ушной раковине все эти точки, которые отвечают. То есть, например, если у вас сильные переживания, вы можете взять ладошку, посмотреть, где прежде всего работает надпочечник, потому что он отвечает за наши переживания очень сильно, за нашу эмоциональную сферу. И помассирует ту точку, например, где надпочечник. То есть, и плюс еще в симфонии клеток прорисованы все чакры, кто за что отвечает. Вы знаете, что у нас у всех есть свои 1-2 ведущие чакры. И очень здорово, если вы знаете, с чем работать. И плюс теперь самый главный момент, который задавали в чате. Есть ли взаимозаменяемость масел? Есть. Потому что, например, не у всех, допустим, есть туя, и вы сразу можете найти, на какие масла вы можете заменить. Это очень удобно. Для меня лично было прям ключевым значением. Допустим, туя. Мы можем заменить ее на мелиссу, мы можем заменить ее на кедр, можем заменить на пачулю. Или, допустим, нам нужен масло брисмы, но у нас его нету. Оно закончилось, к примеру. Мы можем взять эвкалипт, розмарин, чайное дерево, и вот что-то одним, все три вида замены присутствуют, можете спокойно заменить. Это очень удобно. Согласитесь? Поставьте плюсик, кто считает, что это удобно. Например, у вас нету иланг-иланга, но у вас есть жасмин, даже если нету жасмина, у вас есть лаванда. Лаванда есть практически у каждого в наборе, в семейной аптечке. Самое, наверное, ходовое масло взяли и заменили. Поэтому нет розы, замените на герань. Это еще сестра розы фактически. Замените на жасмин, замените на иланг-иланг. Нету, допустим, ну давайте вот посмотрю, какого масла нету у меня. Вот, допустим, у меня нету майорана, допустим, да? Но у меня есть базилик, у меня есть кипарис, деблю, опять же, из аптечки можно спокойно заменить. Вот таким вот образом мы работаем. Теперь я хочу на взрослом человеке все то же самое показать. Давайте покажу базовый протокол, потому что у меня эти масла сейчас под рукой. Открою, прям сделаем вместе со мной, чтобы я не забыла про стопы, хорошо? Открываю сейчас базовый протокол. Он самый ходовой и популярный. Остальные мы сейчас посмотрим и под задачи. Мы развернем сейчас взрослого. Я рекомендую положить на кровать. Перед тем сделать, да, пожалуйста. Давай, ложись, пожалуйста, я подвину так, чтобы было хорошо видно. Все, спасибо. Мне нужны стопы и спина. Все, классно, у нас практически все присутствует. И я проверю, чтобы вам все видно. Итак, подопытный мой муж, Саша, привет. И покажу вам, насколько легко и просто наносится. Итак, мы берем с вами сейчас ладан. Взрослому можно делать это без базового масла. С помощью ладана беру, прям капаю на ладошку, вам сейчас будет очень хорошо видно, и промасливаю плечи. После этого с той же самой ладошки выдается подышать. Три глубоких вдоха. Супер. Как ощущения? И остатки я наношу на свод стопы. Спасибо большое за близость стоп. Все, мы нанесли остатки. Теперь мы берем следующее масло, прям остатки, растайте в очередности, как вы будете спорить. Следующее масло у нас чайное дерево. Буквально три капли чайного дерева. И мы наносим вдоль позвоночника. Вот такими вот простыми легкими движениями, круговыми. Все супер. Первое масло нанесено. Видите, нужно очень мало времени. Чайное дерево снимает воспалительные процессы. А, и стопы, да, спасибо большое. Я каждый раз забываю про стопы. И нанесли на стопы. Следующее масло. Мы берем AromaTouch. Это масло, которое позволяет улететь просто в космос во время массажа. Три-четыре капли. И точно так же наносим последовательно вдоль позвоночника. По часовой стрелке. И остатки на стопы. Спасибо. И последнее масло. AromaTouch это смесь. Она содержит большое количество эфирных масел, которые позволяют расслабиться мышцам и воздействуют на очень многие системы. Последнее масло. Это перечная мята. Сейчас будет такой приятный, расслабляющий холодок. Это очень хороший адаптоген, который позволяет не только взбодриться, но и расслабиться и приводить человека в состояние вообще тотального, хорошего расслабления. И я нанесла на стопы. Все. Теперь никуда бежать не надо. Можно чуть-чуть поезжать, отдохнуть, прийти в себя. А я, собственно говоря, после этого просто вытираю руки и возвращаюсь к вам. Но вы видели все своими глазами. Насколько все легко и просто. И я подошу мяты заодно. Задайте вопросы по этому протоколу. Поверх татуировок. Соль отлично ложится. Татуировка не помеха вообще впитать эфирные масла в кожу. Не сотрется. Тут люди заметили татуировку. Все, я нанесла. Есть ли вопросы? Скажите, потому что сейчас мы пойдем дальше и разберем следующее. Да, Надежда, можно вопрос задать? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот первый момент. Насколько критично замена масел? То есть, если есть возможность, лучше все-таки брать из первой колонки, либо это вообще не принципиально и ни на что не влияет? Хороший очень вопрос. Вопрос еще или вы это? Или еще есть? Еще есть, да. Я как раз перед этим самостоятельно разбирала протокол гормональный и пыталась брать замену масел, которые у меня есть в аптечке. И случился такой момент, что я одно из масел уже не помню, как заменяла, и у меня там в замене получилась лаванда, ну, условно говоря, в третьем пункте, да? А там в пятом или в шестом пункте была опять лаванда на первом месте. Вот что делать в этом случае? Пропускаю два раза наносить. Хороший вопрос тоже. Спасибо большое. Первое. Конечно, в идеале приоритету отдать масло, которое стоит изначально в первой, ну, как бы в самом протоколе. В случае, если у вас нету, вам нужно использовать сейчас протокол, и замены нету, конечно, искать замену. Если у вас будет повтор масел в случае замены, ничего страшного, делаем повтор масел, ну, вот, согласно тому, как нужно идти в протоколе. Вот, это первое. Дальше. Нужно, ну, ответила, надеюсь, то есть лучше идти по протоколу в случае необходимости заменять, то есть оно дано на случай, если вдруг, ну, действительно нет масла, а протокол нужно нанести, пошел воспалительный процесс. Нужно ли дышать каждым маслом по очереди? Нет, не нужно, Евгения, посмотрите, пожалуйста, даже в базовом протоколе нарисовано нос, это та ситуация, когда мы дышим. То есть мы в данном случае подышали только ладаном. Все остальные масла у нас действуют через наружное применение. Саша, тебе спасибо большое. Давайте спросим, как самочувствие, Саша? Отлично, такая приятная слабость. Расслабленность, да, такая? Расслабленность, да, я бы сказал, в целом. Спасибо. Говорят, что приятная расслабленность. Глаза блестят, это все хорошо, все отлично. Конечно, спасибо большое. Давайте вот еще, допустим, разберем один из протоколов, воспалительный. Почему возьму? Потому что, да, спасибо, все, мы справились. Допустим, головные боли, допустим, у нас есть цистит. Вот, девочки сейчас меня поймут, тема очень актуальная. Мы где-то ножками походили по холодной плиточке, привет, цистит. И вот как используют в данном случае протокол. То же самое, ладан, умаслили ли плечи, подышали, нанесли остатки на стопы, нанесли базовое масло вдоль спины, вдоль позвоночника. И последовательно, смотрите, мы используем чайное дерево вдоль позвонков, стопы. Потом у нас идет с вами грушанка, да, винтергрин, ароматач, лемонграсс, сибирская пихта, бессмертник, диблю и мята. Все вот эти английские названия есть в каталоге, можно их перевести на русский, ну или спросить у нас, мы тоже подскажем. И все, и вы нанесли 10 последовательных шагов. Еще тоже такой маленький лайфхак, совет по тому, как можно использовать, усилить эффект, это нагреть кровать. Если у вас дома есть электрическая простыня, это мега лайфхак вообще для, ну, мне кажется, многие используют такого, кто живет в холодных регионах, включаешь, согреваешь, ложишься в теплую кровать. При этом в комнате может быть прохладно, да, то есть во многих регионах не очень хорошо с топлением. Я не про Россию сейчас, я вообще пространно говорю. Вот, поэтому это хороший лайфхак. То же самое, включили, сделали протокол, легли на эту теплую простынь, и вы просто потрясающе уснете, у вас продолжается терапевтический эффект. Давайте еще раз проговорю, вернусь к презентации, что вот эти протоколы вы используете профилактически, используйте их раз в две недели, чаще не нужно. Если вы заболели, то вы происпользуете их два-три раза в неделю. Давайте я поделюсь своими примерами. Вы сейчас увидели, как легко применять базовый протокол даже с детьми в том числе, да, потому что мы говорим, ой, я не знаю, что делать с детьми. Это не исключает применение масел в диффузере. Вот сейчас у меня стоит, например, эмоциональная ароматерапия, очень хорошо помогает, когда так много стресса в текущей ситуации. Но вы открываете протоколы, читаете их, подбираете себе подходящий, да, например, у вас тяжело проходит предминструальный синдром, вы взяли соответствующий протокол. Или, например, я вот расскажу, у меня после того, как мы переболели коронавирусом, очень легко ложатся вот эти все инфекции дыхательных путей. И у меня вот лег гайморит параллельно еще с ларингитом. И что, конечно же, я всегда сочетаю протоколы, если нужно подключить фарму, прям, я подключаю, но у меня очень долго не уходила вот отсюда отечность и стояла, знаете, не дышала, все было забито, отек прям стоял. Я не могла дышать без сосудосужащих, для меня прям это длилось две недели. Я вот сейчас более-менее нормально говорю, до этого просто бундосила носом. Что я сделала? Я сделала лимфатический протокол, который снимает отечность. Сделала вечером и легла спать. Я ночью дышала. Не вот так вот спала, ну, когда нос забит, а дышала и на следующий день проснулась и поняла, что я уже не нуждаюсь в сосудосужащих, мне было уже очень комфортно и ушла вот эта вот отечность, представляете, с лимфоузлов, я это прям почувствовала. Поэтому, что я вам рекомендую? Вы подбираете протокол себе, начинаете использовать и делитесь своими впечатлениями. Это будет очень важно сейчас и для нас в том числе, потому что мы внедряем в своей команде эти протоколы. Поделитесь своими результатами, впечатлениями. С какого возраста можно детям? Всегда ориентируйтесь под детям, насколько чувствительная кожа. И если у вас дети с такой, ну, вы уже использовали наружно масла и знаете, что ребенок отлично на них воздействует, разбавили хорошенечко базовым маслом, взяли буквально капельку эфирного масла. Детям мы после, вообще детям же мы используем до года всего три масла. Это ладан, римская ромашка и лаванда. После года мы уже, в принципе, можем использовать семейную аптечку без проблем. Можно ли использовать несколько протоколов одновременно? Вот смотрите, хороший совет, потому что Бойт Трумман рекомендует в такой ситуации разделять их. Например, вы во вторник сделали себе там базовый, а, например, в четверг сделали следующий протокол. Не надо в один день несколько протоколов делать. Можно разнести их просто по дням недели. При аденоидах, какой лучше использовать? Три года. Идем в протоколы, скорее всего, это будет воспалительный. Находим слово под протоколом аденоиды. У вас же там ключевое масло Туя будет. Она очень хорошо работает с аденоидами. У нас, например, в команде есть учитель, и она говорит, боже, у нас в классе у всех детей практически вылечили таким образом аденоиды за счет того, что просто использовали масло Туя. Поэтому идите, смотрите по протоколу, подбирайте и применяйте его. Попробовали сейчас на практике. Смотрите, еще прям подведу итог. Кому вообще подходит симфония клеток? Ну, во-первых, она круто подходит тем, кому нужно взрослым всем, потому что нам нужна гармония, нам нужен баланс, физиология эмоциональной. Очень хорошо подходит детям и подросткам для гармоничного развития. Вот, например, опять же, у детей часто бывает такой период, многие мамы меня поймут, дети растут, начинают болеть, сводить мышцы, начинают, из-за того, что кости прежде всего растут, вот это часто бывает по ночам, особенно боль в ногах. Возьмите, сделайте базовый протокол, помогите ребенку, пожилым, например, для поддержания здоровья, людям, у которых сейчас активный стресс или, например, повышенная утомляемость. Да, подросткам, опять же, в момент экзаменов или детям во время учебной нагрузки, у них часто головные боли возникают из-за повышенной нагрузки. Спортсменам или людям, которые начали заниматься спортом, очень хорошо помогают эфирные масла, потому что люди часто срываются с тренировок из-за того, что вот эти подвижки иммунной системы, люди простужаются. Буквально после первой тренировки часто бывает такое. Массажистам, остеопатам, очень вообще здорово, косметологам для повышения эффекта от процедур, нутрициологам, нутриопатам по умолчанию, вообще всем, кто хочет комплексно оздоровить организм. Опять же, посмотрите, в каких сферах можно применять. Все, что связано с реабилитацией и выздоровлением, пожалуйста, в спорте легко, с детьми в педиатрии можно применять. Например, косметология, спа, расслабление – это вообще просто супер, подключите это туда. В омолаживающие процедуры, допустим, эфирные масла часто добавляются. Опять же, вот эти вот детокс, лимфодренаж, подключите туда лимфатический протокол, будет супер. Психотерапию, эмоциональное восстановление мало кто рассматривает, но я знаю, что, например, очень многие психологи взаимодействуют с эфирными маслами. Это такая ниша. Вы можете любые масла, которые вам нужны по протоколам, заказать по оптовой цене. У вас есть скидка 25%, и я вам рекомендую искренне эту скидку повысить до 55%. Я заказываю с 50% скидкой, это очень выгодно. Почему? Потому что есть классная программа лояльности, которая позволяет вам получать кэшбэк. То есть мало того, что вы заказываете со скидкой 25%, вы можете уже со следующего месяца использовать программу лояльности. И заказывая всего на 50 баллов, это практически 4-5 тысяч рублей. Напомню, на российском рынке сейчас самые низкие цены во всем мире. Вам очень выгодно здесь покупать. И вы заказываете себе ежемесячно нужные, не только же эфирные масла. Здесь потрясающая косметика на основе эфирных масла, даже премиум косметика рядом не стоит. Здесь потрясающие средства для ухода за волосами, по уходу за телом на основе эфирных масел. В зубной пасте нету фтора, в шампунях нету сульфатов и парабенов. Ребята, здесь такая чистая продукция, там 240 номинований продукции, из них лишь 140 эфирные масла. И вы можете каждый месяц использовать эту программу лояльности. По сути, запланированная покупка на каждый месяц заранее. Это очень удобно. И вам начинает возвращаться кэшбэк. Через год ваш кэшбэк 30% от покупок. Вы накапливаете баллы и покупаете на эту бесплатную продукцию. Очень удобно. Даже вот у меня вчера знакомая делилась, она купила масло «Дамаска и роза» на американском складе бесплатно. Масло стоит почти 30 тысяч рублей. Она говорит, это, конечно, невероятно, как это упаковано, какой там аромат. Это просто супер. И еще очень важный момент. Если у вас, допустим, нет базового набора, начните с базового набора. Здесь все 10 видов масел, которые, как правило, во всех протоколах нужны. Это лаванда, потрясающий релаксант и ваши 5 минут до сна. Это лимон, который практически чистит организм и идеально выводит токсины. Это перечная мята, которая очень хорошо освежает, оживляет. Это вообще ваш прощаленивый желудок. Чайное дерево – все, что связано с воспалительными процессами. Орегано – не только вкусные специи, но еще и медленное понижение кандиды в организме. Это ладан, который король всех масел, способен клетки изнутри просто возлещить. Знаете, как ладан добывают? Делают надрез на дерево и выходит смола. Что делает дерево? Оно себя залечивает само. Вот эта смола в Болгарии на дистилляционных установках за 90 часов из смолы добывается эфир чистейший. При работе с нашим организмом ладан просто вам вылечивает каждую клеточку изнутри. Прям латает, можно сказать, и обновляет, и оздоравливает. Диблю – это все, что болезненные суставы, мышцы сильной мигрени. Бриз – это поддержка дыхательной системы. Это ваша замена прогулки по лесу, сосновому дайджизен. Это ваш, по сути, жидкий, ну я не знаю, некоторые говорят, это как жидкий фистал. Это то, что все, что связано с желудком. И последнее – это онгард, это прощай вирусы, поддержка иммунитета. Вот эти 10 масел – самые топовостребованные. Начинайте именно с них. Они собраны либо в семейную аптечку. Давайте я вам покажу. И в каждой семейной аптечке идет вот такой вот каталог еще плюс масла. Масло с лимонсейса можно получить. И, как правило, это вот все собрано либо в семейной аптечке, либо в эфирном доме. Семейную аптечку вы можете заказать в любой момент. Эфирный дом продается только первого раза при регистрации. И это самая выгодная покупка, самая выгодная. Там есть еще и диффузор из медицинского пластика. Кстати, мой совет. Если вам нужен снова эфирный дом, вы берете своего там знакомого, папу, маму, сестру, регистрируете на их электронную почту, но делаете заказ на свой адрес. И вот у вас снова эфирный дом. Это очень удобно. Обратитесь к тому, кто вас пригласил, скажите, мне нужен второй эфирный дом. И вам подскажут, как провести эту регистрацию. Кстати, да, и цены на них самые выгодные, чем покупать по отдельности. Семейная аптечка эфирный дом. И давайте я вам еще расскажу про классную акцию, которая сейчас идет. Вы можете взять, вы знаете, что сейчас идет шикарнейший подарок в марте. Нам. Можно в подарок получить вот это вот эфирное масло розы, где оно у меня рядышком, в роллере. И вы можете вот это масло розы получить в подарок. Он дается при заказе от 200 баллов весь марк. Стоит почти 6 тысяч рублей. Вот это самая королева всех эфирных масел. Вы можете получить ее бесплатно. Как это нужно сделать? Если у вас, вы уже клиент или партнер и пользуетесь программой лояльности, соберется заказ на 200 баллов. Обратите внимание на предложение к 8 марта. Они невероятно красивые и очень выгодные по ценам. Еще раз повторю, что российский рынок сейчас самый выгодный по ценам, потому что он зафиксирован по самому, до кризиса вот этому курсу рубля. И плюс еще вы розы. Давайте еще про розу скажу. Это самый высокий уровень вибрации 320 МГц. Это, прежде всего, не только увлажненная кожа, увлажненные губы. Это еще и очень хороший природный афродизиак. Он делает женщину более чувственной, дает ей особую энергетику, блеск в глазах. Но еще и масло, которое позволит вам эмоциональный подъем испытать. Вот масло розы – это ваше лицо, ваши пульсовые точки на область сердца. Прямо искренне рекомендую использовать его. Если вы хотите заново заказать, допустим, семейную аптечку или эфирный дом, то спросить вам, подскажут, как это сделать. Вы можете даже взять семейную аптечку, добавить туда базовое фракционное масло. И масло баланс. Все знают, что баланс – это то масло, которое позволяет снять тревожность и заземлиться. Нанесите на стопы с утра. Меня это масло два года назад, в момент первого локдауна, просто невероятно выручило. Я была спокойна. Я в тот момент прекрасно осознала, как же хорошо дома детям на домашнем образовании, как же хорошо дома все вместе работают, когда не надо ездить на работу. И на самом деле с балансом начались многие перемены в нашей жизни. В том числе вот такие вот жизненные перемены. Про сотрудничество с ДТР и почему это важно в период экономического кризиса. Это ваша, может быть, новая возможность. Когда вы пользуетесь продуктом и видите его результат. А сейчас я очень попрошу вас применить протоколы, поделиться своими результатами. Они будут важны. В своих чатах поделиться. То есть это будет важно. Отмечайте нас, отмечайте своих. Те, кто вас пригласил. То есть по-другому в ДТР это называется ваш спонсор. Вот, и поделитесь результатами от протоколов. Когда вам понравится использование продукта, вы тоже можете начать сотрудничество. В любой момент клиент может перейти в статус партнера. ДТР уникальная компания. Она не продается в аптеке. Ее невозможно купить на сайте напрямую. Ее можно купить только посредственно реферальной ссылке. Да, иногда ДТР можно увидеть на маркетплейсах по розничной цене. Я не рекомендую покупать. Вы переплатите 25%. И еще вам никто не гарантирует качество эфирных масел. Я просто видела не раз много подделок на Валдбересе. Поэтому мой вам совет. Покупайте напрямую компанию ДТР. Это очень важный момент. Вы берете по оптовой цене. Еще и с кэшбэком можно. Поэтому компания ДТР идет от человека к человеку. И развивается методом реферальной ссылки. Так сейчас развиваются очень многие магазины. Через людей дают реферальную ссылку. Например, машина Кеновод, которая порвала рынок планетарных миксеров. Она развивается по средствам реферальной ссылки через людей. И таким образом людям выгодно заказывать. И в то же время люди, которые рекомендуют, получают свою ссылку. Как это работает? Смотрите, в ДТР вам платят за рекомендацию. В самом начале, когда вы рекомендуете, вы порекомендовали кому-то продукт, вы получили 20% с этого заказа. CV – это с того комиссионного объема, который идет за этот заказ. Тот человек порекомендовал дальше, вы тоже снова получаете. То есть это такая рекомендация в три уровня. И за все три уровня вы будете получать выплату быстрый стат. Далее, ДТР платит вам за товарооборот всей вашей команды. Из чего он складывается? Из личного потребления. Я лично потребляю масла. Мои любимые клиенты потребляют масла. Мои партнеры в команде потребляют масла. Из этого складывается товарооборот. Вам платят деньги за этот товарооборот. И чем он больше, тем больше выплат вы получаете. Все представляете, от 2 до 7% с каждого заказа вы можете получать с людей в вашей структуре, из-за того, где они расположены. Далее, вы можете строить далее свою команду. Не просто рекомендовать продукт, а пригласить партнеров в свою команду. И вот именно в этот момент начинается настоящий бизнес сотрудничества с ДТР, когда у вас появляются первые партнеры. И вам за вот это правильное построение команды еще выплатят бонус от 50, который вырастает в 1500 долларов. И дальше полторы, плюс полторы, плюс полторы будет суммироваться. Ну и плюс, когда компания растет на всем мировом рынке, вы за это получаете лидерские пулы. То есть вам выгодно, чтобы компания не только, например, на рынке России, чтобы она и в Венесуэле, и в Индии развивалась. И, например, в других странах СНГ, Европе. Почему? От мирового объема берется бонус, делится на лидеров и выплачиваются лидерские премии. Они достигают приличных сумм там от 11 тысяч рублей до нескольких миллионов. И вот все они суммируются, и вы потихоньку наращиваете свой доход. Причем преимущество еще я отмечу. Вы покупаете в рублях на российском рынке, а доход получается в долларах согласно среднемесячному курсу валюты. И фишка в том, что сначала ваш доход потихоньку растет до 300 долларов, потом увеличится до 2000, до 4, 9. Это средние цифры, которые соответствуют реальности. И вы доходите до статуса бриллианта, ваш доход уже там 16 тысяч в среднем, да, в долларах. Но это же не все. Максимальный потолок – это президентский бриллиант. Доход где-то в среднем 100 тысяч долларов, его можно закрыть тричьми. Умножьте 100 тысяч на 3. Вот это примерно потолок, до которого можно дойти до терра, и еще дойдите до него, ребят. Это прям очень хороший такой серьезный финансовый потолок, которому приятно идти в течение какого-то времени. Что, кстати говоря, используют все наши партнеры? Я отмечу на этом. У вас есть все готовые материалы по продукции. Они очень красивые, классные, до терра, потрясающие маркетинговые материалы создают все это для вас. Поэтому присоединяйтесь, смотрите, какой вариант вам больше подходит. Можно быть клиентом, можно просто делиться маслами, можно строить бизнес и команду. И мы в конце года планируем большую конференцию собрать, как минимум на 10 тысяч клиентов и партнеров, поделиться своим опытом, используя масл. онлайн, конечно же. Вот у вас тоже будет возможность поделиться. Возможно, ваш опыт изменит жизни людей к лучшему. Будем это очень рады. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok